Друзья, я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем, главой ассоциации гагаузских сообществ Украины, Юрием Демчогло, о ситуации в Одесской области, как Одесса защищается от обстрелов российской армии, и о ситуации на оккупированных территориях. Юрий Дмитриевич, приветствую вас. Добрый день, заман Хайрусов. Заман Хайрусов, витаю. Юрий Дмитриевич, вот такой вопрос. Мы с вами последний раз говорили, вернее, мы с вами планировали поговорить на прошлой неделе, но у нас не получилось. Как раз тогда, когда обстреляли опять дунайские порты, попала и по переправе Орловка-Исакча, если я не ошибаюсь. Последние дни мы как-то не слышим об обстрелах Южной Бессарабии. Что случилось? Усилилось ПВО, изменились у Российской Федерации планы. Объясните, пожалуйста, что происходит? Ну, ситуация, как бы, тут получается, что сложилось несколько пазлов одновременно. Украина начала, мы последний раз, кстати, когда с вами общались, когда мы с вами общались, я говорил о том, что последние пару недель Украина стремительно укрепляется в западной части Черного моря. То есть операция по вышкам Бойко, операция по уничтожению и нанесению урона Черноморскому флоту, по судоремонтному заводу Севастополю, по повреждению там и больших, и малых военных кораблей России. То есть фактически Украина себе расчистила, развязала руки для своей деятельности, в том числе экономической деятельности в западной части Черного моря. Вернула себя, можно сказать, экономический контроль. Сегодня, даже если какие-то удары идут в Черное море, то они идут там с рейда Керчи или Феодосии. То есть это уже, получается, восточная часть Черного моря. Из Севастополя, из Евпатории, Евпатории вообще уже порт закрытый, из Севастополя даже не высовывается. Соответственно, Украина потихонечку открывает деятельность в портах Большой Одессы. Это Одесса, Черноморск, Новшиличевск и Южный. Сейчас называется Пивденый. Этот порт, город Южный, большой там порт, который делал до войны, около 50-60 миллионов тонн грузов в год переваливал. Уже каждый день практически по одному, по два корабля заходят и выходят. Есть прецедент, когда, кстати, не только зерновые грузы, но и другие грузы вывозились. То есть вывозилась уже руда на одном из суден, вышел из порта Южный, насколько я помню, вышла с 30 тысячами тонн руды. То есть Украина потихонечку полноценно запускает свои порты. Соответственно, усилившиеся позиции Украины в западной части Черного моря, открывшаяся деятельность в портах Большой Одессы и хорошее ПВО в Южной Бессарабии сыграет роль. Я думаю, что обстрелы Южной Бессарабии будут продолжаться, но уже не с такой интенсивностью, как раньше, то есть не каждый день лечить, вы помните, раньше, или каждый день, или через день. Они обстреливались там, за 10 дней 7 обстрелов было. Но в сентябре постоянно Южная Бессарабия они... Да, да, в сентябре была цель Южная Бессарабия. Сегодня, во-первых, таких возможностей у России нет. Во-вторых, я думаю, что переключится внимание больше на одесские порты, потому что они заработали. Но то, что я раньше говорил, одесские порты будут работать, по примеру, портов Бессарабии, то есть мы называем это Дунайского кластера украинского. Потому что, несмотря на обстрелы из Маила-Рени и Килии, они работали. То есть обстрелы обстрелами, а работа продолжалась. То же самое, вероятнее всего, будет с одесскими портами. Мало того, буквально пару дней назад ночью была попытка обстрела порта Южного, и все было сбито. То есть и укрепление системы ПВО одесских портов тоже дает о себе знать. Украина готова в таких военных условиях активизировать работу одесских портов. Что значительно облегчит нагрузку на дунайские порты, на Бессарабские порты Украины. Ну, последний раз, когда был обстрел сильный по Одессе, который всех поразил, это уничтожили, ну и попали по знаменитой одесской гостинице у моря. Вот с тех пор таких массированных обстрелов не было, я правильно понимаю? То есть, потому что или им нечем, или Украина, ЗСУ все сбивает. То есть, тут как бы, что происходит? Нет, ну тогда был очень, действительно, очень мощный обстрел. Насколько я помню, там было более 40 выстрелов различными иониксами, и калибрами, и прочими дробными. Таких больших обстрелов уже нету. Ну, как бы, такие обстрелы там по десятку бывают в сторону Черноморска и Южного, и Одессы. Но они, к счастью для нас, довольно-таки результативные по отбросам, по сбитию систем ПВО украинского. Хорошо, а вот зимой что ждать? Вы думаете, такие прилеты еще будут пытаться делать, как вот этот вот 40 калибрами, ониксами и так далее, который был недавно по Одессе? Потому что начинается отопительный сезон, вы же помните, как... Такие мощные обстрелы России не под силу большие. То есть, если она один раз такое показала, то она должна, как говорится, подзарядиться где-то месяц. Это фактически чуть не полумесячный объем, недельный объем минимум ее возможностей. Соответственно, обстрелы инфраструктуры энергетические, я думаю, что будут опять это зимой. Как бы через месяц, я думаю, что потихонечку они будут начинаться. Но Министерство обороны Украины уже заявило, что в отличие от прошлой зимы, она будет давать отпор. То есть, если Россия будет обстреливать инфраструктуру энергетическую в соответствии, она будет отвечать тем же самым. То есть, Украина будет нести ответные удары по энергетической инфраструктуре России. К сожалению, пострадают приграничные областя России. Если будет сидеть без Харьков, Днепропетровский или Киев, будет сидеть без света и Курск, Брянск, Воронеж, Белгород, Ростов. Ну, Украина уже очертила линию досягаемости для своих беспилотников и так далее. Хорошо, а вот это вот... Да, и Москва, да. А вот насколько устойчив этот коридор? Недавно президент Зеленский заявил о том, что Украина сама себя обеспечила зерновой коридор, и поэтому ей не нужны никакие договоренности ни с кем. Это то, о чем говорили вы, да, о том, что уже каждый день по два судна выходят из портов Большой Одессы. А вот насколько это все устойчиво, с вашей точки зрения? Ну, устойчивость, конечно, в военное время ничего нет, никаких гарантий. В военное время все форс-мажор. Мы живем в полноценное военное время. Тактика меняется. Война ракетами, война дистанционная, отличается от войны, которая ведет на поле боя. К счастью, да, да, и у нас есть там тоже победы. Есть потихонечку на продвижении, у России нет ничего, последние полгода-год. И это должно быть уроком, показателем для России, что Украина становится все мощнее, все мощнее, как военная держава. Да, экономика нашей страны очень сильно подорвана, но благодаря вооруженным силам Украины она живет, работает. То есть у нас нет сильного падения. Есть запущена, перезапущена экономика Украины. Многие заводы пооткрывались. До сих пор есть приток иностранных инвестиций. Недавно, вы знаете, турецкая компания открыла мясопередачный кабинет в Киевской области. В районном центре Тараща. То есть открыла крупный мясопередачный комплекс. То есть, ну, даже по молдавским меркам это крупная инвестиция. Для Украины это мало заметно, но я просто заметил в новостях, что инвесторы турецкой компании. Понимаете, турецкая компания доверяет Украине, доверяет украинскому правительству, доверяет тому, что экономика украинская работает. И она реально работает. И сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность заработала. У Украины нет никаких санкций. У Украины сегодня работают очень мощно. Европейские программы дотаций и грантовые программы, чего нет в России. У Украины работает страховой рынок. Что, кстати, одна из причин, почему заработали украинские порты одесские. То, что страховые компании международные страхуют и суда, и грузы, идущие сегодня порты в Одессу. А в отличие от... А никто, ни одна страховая компания международная не будет застраховать ни судно, ни груз, который идет в Россию. То есть ситуация, ситуация, как бы симбиоз и экономики, и работающей экономики, и рост в том числе военной экономики, это ВПК украинская. Сегодня Украина начала производить, полностью перешла на стандарты НАТО. Украина начала производить снаряды НАТО стандартов. Украина полностью ушла от производства советских стандартов, уходит по типовичку. И сегодня, в том числе, как российские телеграм-каналы говорят, у Украины появилось преимущество в артиллерии, потому что там дальность советских стандартов, это максимум 30 километров. Дальность НАТО стандартов 40-45 километров. Соответственно, советская, постсоветская артиллерия полностью уничтожается в радиусе 40 километров. Заказы военной Украины очень растут. То есть, те деньги, которые зарабатываются, и внутри страны размещаются заказы, и за границей. На прошлой неделе была создана коалиция по поставке и по производству вооружений в Украине и для Украины. Куда приехали многие военные консультации. То есть, Украина плотно работает и понимает, что сегодня будущее Украины – это защита интересов Украины в освобождении ее территории. Хорошо. А вот эта встреча, которая была, кстати, от министров обороны, которая была в Украине, вот эта коалиция, она про заказы, которые будет Украина размещать, скажем так, в других странах, связанных с закупкой вооружения? Или это в том числе и про открытие новых производств вооружений в самой Украине? Абсолютно верно. Там, в первую очередь, речь о том, что президент Зеленский пригласил все международные военные консорции мы будем разместить производство или совместное, или свое производство на территории Украины с гарантией того, что государство Украины будет выкупать все эти заказы. То есть, Украина готовится военным путем восстановить свою территориальную целостность. К сожалению, Украины нет другого пути, потому что мы имеем очень большую часть до сих пор оккупированных территорий и мы видим, что, к сожалению, наш враг, который оккупировал наши территории, он не хочет уходить с нее мирным путем. Ну, Украина очень агрессивный сосед, который не успокоится просто так, поэтому нужно наращивать... Понимать только силу оружия. Да. Вот, Юрий Ильич, в Москве прошел концерт недавно, по-моему, пару дней назад, под названием «Одна страна, одна семья, одна Россия». Очень сильно напоминает лозунг немецкого рейха, да, «Одна страна, один рейх, один фюрер», что-то вроде этого, да. И этот концерт в России и в Москве был посвящен годовщине воссоединения, так они называют, воссоединения, да, так называемых ЛНР, ДНР и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей Украины, да, соответственно. Вот если у вас есть информация, потому что, знаете, российская пропаганда рисует одно, а реальность совершенно другая. Что русский мир и оккупация принесли в эти территории? Потому что ЛНР, ДНР и части Одесских, отчасти Донецкой и Луганской областей оккупированы с 2014 года, а части Запорожской и Херсонской областей оккупированы, получается, с прошлого года. Что русский мир принес туда? Русский мир еще с 2014 года показал, насколько он красиво приносит упадок. То есть, кроме раздачи российских паспортов, он приносит отток населения. То есть, те, кто получили российский паспорт, они уезжают в Россию. Все, кто не хочет получить российский паспорт, они уезжают или в Украину, или в европейские страны уехали. То есть, в Донецкой области сегодня остались практически люди, которые не захотели уехать, которые привыкли жить на одни пособия, которые сегодня получают пенсию и украинскую, и российскую. Это касательно Донецкой и Луганской области. Запорожской области, Запорожской и части маленькой Херсонской области, которая еще не освобождена, тоже практически происходит то же самое. Насильная выдача паспортов, экономики ноль, предприятия стоят, сельское хозяйство, то, что производят аграрии, отбирается. Два варианта. Или у тебя просто отберут, или ты сдашь тому этот урожай, кому тебе скажут и по какой цене скажут. Или вообще не производят этот урожай. То есть, у тебя выбора два. Или не производят, или не работают вообще, или работают по тем правилам, которые тебе скажут. Инвестиций нет никаких абсолютно. Полная разруха. То же самое, массовый отток населения. Кстати, по Запорожской и Херсонской области массово через территорию России, через Крым, через Кубань. У меня очень много знакомых, кто поселился там в Запорожской, в Херсонской области. Они выезжали через Грузию, Турцию и вернулись, и поселились в Одессе сегодня. Или же уехали там в европейские страны. Потому что в Херсонской и Запорожской областях нечего делать вообще. Россия не думает там что-то строить. Россия там за последний год, там полтора, вывезла все, что можно вывезти, как государство. А солдаты ее тоже мародерят, грабят. Продолжают в том же духе, что они делали с первых дней войны. Но, к сожалению, вот этот концерт, ну это действительно, вы правильно сравнили, это сравнительно с рейхом. Вообще, изначально это война. Если сравнить речь Путина, первые дни войны, первый день войны, и речь Гитлера, там очень много чего общего. Типа немцев обижают в Западной Польше, мы не надеем их обижать. Гданьск, немецкий город, город немецкой славы, аналогичные лозунги были в речи российского президента в день, первый день войны. Понимаете? Ну, прошло с тех пор почти сто лет, ничего не поменялось. Восемьдесят лет прошло, ничего не поменялось. Мы сегодня имеем рашизм, фашизм, я не знаю, как его можно называть, то же самое происходит. И, кстати, касательно Запорожского, очень частый случай, когда вот есть методичка, а именно в Запорожских и Херсонских областях ничего нельзя брать с рук местного населения. Русским солдатам, знаете, потому что потом массовые отравления идут у российских солдат. То есть, ненавидят местное население и случай массового отравления. То есть, ненавидят местное население, ненавидят, как фашистов ненавидят русских солдат. Бабушка сварит картошечки, да, после которой... Да, 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 еще чего-то. Ну, есть массовые случаи. Ну, хорошо. Вот кроме вот этих вот отсутствия перспектив, отсутствия вложений туда-сюда, но вот недавно у одного влогера, Юлия Латынина, я смотрел фильм, как бы показывают, что в ЛНР и ДНР, так называемых ЛНР и ДНР, прямо с первых дней войны, как бы первых дней оккупации еще в 2014 году, это про вопрос, где вы были 8 лет. То есть, там начался не то, чтобы отсутствие перспектив, но там просто начинали у людей отнимать все их имущество, то есть, машины, квартиры и так далее. Как бы какие-то генералы, как вы говорите, солдаты, которые отбирают просто имущество, оставляют людей практически без имущества. Вот это продолжается сейчас? Я же говорил, что Херсонская Запорожская область, это первый год, вот сегодня уже там год и 8 месяцев. Первый год, это сегодня уже отбирать нечего. Уже нечего нечего. Вот Херсонская и Запорожская областью первые полгода, кто успел, тот успел. Сегодня фактически уже отбирать нечего. Первый год, там было массовое мародерство. Крупные предприятия или там крупные производства демонтировались, увозились в Россию, там российскими генералами ФСБ, там или там военного командования. А солдаты дограбливали после своих генералов, дограбливали унитазы, холодильники, телевизоры и прочее. Сегодня, к сожалению, на второй год войны там уже нечего этого играть. Ну, разве что по подвалам, по закаткам пройтись. По закаткам. Господин Емчега, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир. И это пример, да, в том числе для наших, некоторые жители Гагаузии, которые ждут русский мир. И для бизнесменов, которые некоторые ждут. Знаем, что ждут, да. Надежде на перспективу и дешевый газ и так далее. Господин Емчега. Кстати, я слышал, что с сегодняшнего дня, или там Молдова полностью отказывается от российского газа, что очень правильно. Ну да, это то, что удалось достичь этому правительству. Хотя очень многое критикуют. Но я думаю, что экономическая и энергетическая безопасность превыше всего. Спасибо. Господин Емчега, благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо. Чоксалоносист. Спасибо.